всем привет всем здравствуйте сегодня тема прямого эфира снова новый год да потому что сегодня последний день осени сегодня мы с вами будем рисовать веточки будем рисовать с вами сегодня морозные узоры в технике nail crust и для этого мы будем использовать стемпинг и так поехали ну так как у меня отсутствует новогодний набор как вы понимаете завтра я уже ночью лечу в москву из понедельника уже буду радовать вас новым новогодним набором и все что с ним будет связано вот но сегодня я беру lost in time и мы сегодня поработаем двумя оттенками это бордовые 388 и 389 я думаю что за последний месяц вы убедились что с этими двумя оттенками оттенками можно делать очень много рождественских новогодних и зимних дизайнов еще раз напомню как выглядят оттенки коллекции lost in time коллекция поистине получилась очень уникальная большая часть этих цветов пойдет в базовый ассортимент это такие хорошие качественные базовые цвета и на удивление в этот раз они в осеннем контексте хорошо зашли и в зимнем и даже вот в таком новогоднем потому что вот я уже сколько дизайнов сотворила с коллекции lost in time и можно вот еще делать и делать все будет очень здорово и сюда мы с вами добавим пластины пластина бренды это осенняя нам клетка будет нужно идеальный вариант вообще для вот этой темы американской кто любит вот мэри крисмас с клеточкой вот прям супер клетка также нам понадобится вот отсюда новогодние надписи это новая пластина новогодняя и вот с этой пластина эта пластина весна весной она выходила вот орнаменты морозного будем делать при помощи вот этого принта этой пластины также работа nail cruise 5d глаз номер семь и номер восемь идеально сюда зашли причем сначала не планировала их использовать а потом когда уже примерно в голове себе нарисовала думаю блин вот они идеально подходят для этой темы видите как хорошо и там и там один оба варианта использованы все пошли работы я оба цвета буду наносить в два слоя 389 хороший такой оттенок хорошо выравнивается при желании можно в один слой нанести этот цвет тоже при желании если хотите 388 тоже можно нанести в один слой я планирую два слоя чтобы оттенок получился более темный глубокий в один слой он более малиновый такой красный получаются так второй слой чудесный с этим цветом сколько зимних показывала такой был вот один помню эфир один кстати так и не до показала дизайна сделать сделала обязательно к нему вернуться с матовой фольгой так второй слой еще раз напомню вчера был эфир я делала обзор новогодней коллекции обязательно посмотрите набор появится на эми шоп концу недели у дистрибьютором уже у многих есть наличие не у всех но уже у многих сейчас я быстренько еще разочек покажу это набор новогодний 6 оттенков они все разные по текстуре в этот раз чтобы наколировать потратила очень много времени и конечно меня очень долго маркетинг ругал потому что мне приспичило использовать очень дорогие пигменты которые к нам плыли 6 месяцев сейчас сделать пигменты самолетом из китая доставлять очень сложно проблематично их проще транспортировать водой поэтому у нас вот там пара пигментов вообще приплыли вот недавно когда колеровала хотелось сделать чтобы знаете неповторимые оттенки колеры были вот что больше нигде они не встречались до этого выбрать другой объект сейчас минуточку сейчас кратенько покажу особенно мне очень импонирует здесь знаете какой цвет серебряный я вот наверное 25 раз переколировала потому что серебра живо очень много но вообще везде продается а мне хотелось сделать чтобы это было и серебро и в то же время чтобы какой-то был очень красивый подтон если посмотреть видите серебряный он еще с двумя таким сиреневым розоватым оттенком очень красивый сложный синий получился тоже потому что синих много хотелось сделать чтобы он был и не вырви глаз но не сильно бледный и там я использовала до четырех разных видов пигмента зеленый сделано он такой не зеленый там с черным я его смешала там на 50 процентов черной пасты идет золотой очень классный но там золотом я использовала просто очень дорогой пигмент хлопья у нас именно такого конкретно гель-лака не было никогда мне хотелось именно чтобы у нас был такой вот гель-лак еще у нас 2 кара красных классных вышло я их не стала вставлять в этот набор мы их выпустили отдельно да и 395 396 это цвета светоотражающие тоже долго выбирали какие будут именно светоотражающие решили что будет графит потому что но все равно на новый год нужно чтобы такой какой-то глубокий оттенок был светоотражающего вот и вот такой вот цвет винограда да такой виноградный цвет вот но еще и красненькие два красивых красненьких сейчас я вам покажу один кто знает краску красный воробей один из гель-лаков это номер 402 это прям вот эта краска красный воробей из набора супер стар вот а второй красный это с крупными хлопьями красными с крупным глиттером вот потому что такая думал в набор эти красные не подходят отдельно красные нужны потому что блин без красных новый год сейчас рождественская тема новогодняя тема она прям очень классно заходит на marketplace ах вы знаете вот я думаю что номером marketplace ах будут эти гель-лаки знаете почему потому что мы их поздно выпустили уже сами понимаете поэтому я так думаю что все таки нам придется на marketplace отправлять потому что многовато у нас их сейчас будет на остатках потому что мы чуть-чуть опоздали не факт но я думаю что да так ладно отвлеклась блин прикиньте нельзя было переключаться это чё я переключилась на фронтальную камеру и теперь у меня нет красный не похож завтра наташа как люгина будет вести эфир в три часа дня здесь я обязательно попрошу чтобы она сравнила с красным с прошлого года так берем teclas teclas оба потому что там и там сейчас будет стемпинг я не люблю обезжиривать поэтому я всегда топ без липкости наношу но наношу именно teclas ultrashine для этого не подходит когда будет 230 идеальный красный так сейчас не смогу ответить на этот вопрос это лучше в директ написать там менеджер точно узнает так поехали журнальчик постелю чтобы не испачкать фон свой красивый и начнем с вами с импасты сегодня у нас очень емкие по техникам дизайны здесь будет использоваться максимальное количество техник в одном в двух типсах и так первый вариант стемпинга вы как раз сейчас посмотрите как работать красками гелевыми кто давно ими не работал или никогда не пробовал берем серый оттенок я хочу намешать это белый и черный оттенок импасты нам понадобится и нужно понимать что импаста она изначально не была создана для стемпинга поэтому ей не хватает плотности вот ей не хватает плотности но когда нам нужен как-то какой-то не ярко выраженный эффект прозрачность какая-то легкая дымка что присунок был такой знаете не контрастный вот в этом случае импаста идеально подходит а так как я сейчас хочу сделать технику nail crust вот краска бы лаковая сюда не подошла было бы грубовато вот было бы грубовато ну блин зачем я переключала камеру на лицо все мне расстройство и теперь приблизить не смогу ладно так смотрим как работать смотрим как работать раз перпендикулярно прижали и также перпендикулярно сняли никаких лишних движений и отпечатали точно также перпендикулярно прижали все отпустили и сразу в лампу также можно остатки им пасты вот таким образом засушить положить штампик в лампу положить штампик в лампу так сушим суши зараза такая может быть клин клином вышибает еще раз да не охота перезаходить о помогло смотрите какая умничка так просушили этот вариант мы сейчас пока покроем топ слайдером так как у нас сейчас здесь будут идти игрушки честно приклеим игрушки да я сделала сейчас стемпинг вензеля но я как сделаете я себе сделала такую подфоновку легкую тень и чтобы было ориентироваться на что когда буду рисовать вензеля сушим так вот эти остатки теперь можно снять а скотч вот видите быстренько раз и чистенько и для этого варианта мы берем лаки нам понадобится три лака номер четыре номер один и номер шесть первый слой делаю зелененький и для этого мы берем клеточку для этого мы берем клеточку клеточку буду наверное клеить и уже здесь все варианты использовала не делала еще в зоне свободного края потому сейчас клетка будет идти зоне свободного края имеющего такие вот кусочки на лампе приклеены от двухстороннего скотча они нам пригодятся все приготовила здесь наоборот перекатывающим движением видите здесь перпендикулярно нельзя здесь надо перекатывать здесь перекат чистим оплату почистили теперь берем и делаем розовый цвет делаем розовый цвет сейчас единственное влажные салфетки закончились поэтому не смотрите на то как я мучаюсь так для этого мы берем два одновременно цвета мы берем сначала красненький потом беленький полоска красная полоска белая несколько раз перемешали также перекатом сняли и отпечатали с небольшим сдвигом ой совсем криво но простите гипчули мне было очень плохо видно потому что сейчас телефон настроила ну я сейчас сделаю хитренько будет не видно вот так все убираем убираем вот это все лишнее чтоб нам ничего не мешало и теперь наша задача сделать роспись делать роспись здесь уже для росписи почти все готово на этом варианте также нам нужно сначала наклеить игрушки все а давайте здесь границу сделаем вот так вот золотой штучкой будет хорошо чем чистите я все боюсь эти телефон трогать вот здесь у меня скотч висит видите я вот так очень удобно так я не люблю этот валик для пыли он меня бесит потому что у меня все к нему липнет на столе так как я достаточно неаккуратно работаю у меня вечно бардак все навалено и этот несчастный валик для пыли ролик он у меня валяется а на нем все на все мои слайдеры на нем приклеены я короче устала и вот наклеила вот такой скотч и мне очень нравится скотч и висит его периодически так все фон подготовили топ слайдер там то что сейчас накосячила конечно с клеточкой ничего страшного надо уметь прятать свои косички сейчас мы их шикарно спрячем блин happy new year хотела же на второй раз опять забыла мы же хотели новогоднюю надпись отпечатать вот здесь я забыла ну ладно так теперь готовим декорации вырезаем игрушки кстати хорошо придут и не только игрушки кожнички так 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 возьмем одну игрушечку вот такую конфитулечку а тут все подходит все какие здесь варианты есть они для боев вариантов вот 10 пальцев вот все 10 делать разные классно так нам понадобится сейчас водичка опускаем водичку водичка так водичка здесь вот не очень нравится брать вот так вот кусочек смотрите и на него сажать шарик тоже классно получается гирлянды вот посмотрите видите можно просто как гирлянду так сердечку приклеить целую гирлянду можно кусочек гирлянды раз шарик можно из трех сегментов гирлянду шарик из четырех сегментов гирлянду шарик смотрите как хорошо а А можно просто приклеить шарики и дорисовать к ним ниточки. Видите, здесь я вручную просто ниточки дорисовала. Ой, слушайте, у нас шариков очень много. Вот я, кстати, не знаю, что я сейчас эти взяла, новогодние шарики. Я же вчера еще обещала, что я поработаю. Сейчас покажу, какие шарики. Вот, смотрите, у нас в том году были вот такие. И это номер 2, тоже классные. Блин, я забыла за них, прикиньте. Наверное, на следующей неделе сделаю вот с этим. Да, так и буду делать. Забыла совсем, что у меня же вот такие шарики есть еще. Они тоже клевые. Вообще у нас шариков много. Они же встречаются у нас и в шермиконах. Как я, да, камеру перенастроила? Боженька есть. Видимо, тут ангел рядом мой стоит, такой думает. Катька весь день мучилась, готовилась к эфирам. Типсы сделала заранее. Прям композиции. Так. Чтобы не зря мучилась. Может быть, это, конечно, лишняя конфитуля. Катя, ну ты же чувствуешь, что это лишнее. Ну я же его уже вырезала. Блин. Мне просто, я сейчас ВКонтакте показываю. Смотрите, как хорошо эта конфетка на пустом фоне. Здесь места фона мало. Ладно, короче. Не буду мучить ни вас, ни себя. Так. Ультра бунт. Ультра бунт. Все матовый топ. Конфеты. Ну, я уже этих типсов просто, видите, вагон сделала. На другой типс эта конфета не пойдет, потому что она без белого фона. А там фон у меня очень темный. Там другие у меня пойдут конфетки. Когда мы хотим элементы сделать потом глянцевыми, нужно от матового топа вот в этих местах избавиться. Вот я люблю такой кисточкой для моделирования это делать. Прям смело вынимаю. Все сушу. Видите, здесь фон темный. Здесь другие нужны шарики. Так. Где же у меня веточком будет? Давайте перчатки возьмем опять. Правда, они красненькие на красненьком. Но они все равно хорошие не блестят. Фон будет матовый. Матовый. Так. Как раз мы сейчас перчаточками косичок прикроем. Тыдыщ. Тоже ультрабонт. И матовый топ. Хотя давайте сердечки. Мне так сердечки нравятся. Песики, смешные сердечки. Смотрите, как прикольно. Вот я просто сердечки наклеила. С угробики. И вот типс готов. А здесь вот я из сердечки сделала игрушку. Ниточку дорисовала. Цвет лака на вензелях. Роскошный цвет. 389. Из набора Lost in Time. Но так как он там смотрится. Давайте прям вот так вот смотрите поперек. Но так как он там под матовым топом, вы его не узнаете. Вот эти 389. Просто он же на типсе на каком нанесен? На камуфлирующем. Вот если на камуфляж нанести опять, смотря какой цвет камуфляжа, матовым покрыть. Видите, такой эффект получается. Все, перекрываем матовым топом. И здесь мы с вами будем рисовать ветки и сугробы. Так, а здесь приступаем к росписи. А, прежде чем приступать к росписи, давайте мы сейчас с топом Теклосом выделим игрушки, чтобы они у нас стали глянцевыми. Я чуть-чуть на палитру выкладываю. Прикольно, сейчас у вас сколько время? Сейчас у вас, если у меня 25, у вас 21-25. Нифига себе, вы, наверное, в постельке лежите, да? Прикольно так эфиры вести, да? Это я сейчас в Россию вернусь, мужу говорю. Наверное, я опять перетащу все рабочие материалы домой, как это было в декрете. Он говорит, ты что? Я говорю, мне так понравилось дома работать. Я раз взяла, в 10 вечера вышла эфир провела. Круто. А это, кстати, самое хорошее время для эфиров. Обратите, вот вас в среднем 150 человек сейчас. Для упавшей статистики, для эфира это прям роскошно. У меня днем вас столько не бывает. Так, и здесь то же самое. Берем теклос, выделяем наши красивые перчаточки. И они, если сначала потерялись, то сейчас благодаря фольге красной и глянцевости они будут хорошо видны. Так, все это можно рисовать. Здесь предлагаю перчатки сделать объемнее. Рисовать буду эмпастой белый рафинад. И сыпать буду вместо бархатного песка глиттер. Эмпаста вайт рафинад. Сейчас эмпаста, она очень густая, поэтому выкладывайте ее вот так на палитру. Размешайте сначала, потом излишки уберите с кисточки, прокрутите ее, чтобы она в точечку собралась. Кисточку я взяла короткую, 5 дробь 0, из белой синтетики. Все, и поехали рисовать. Я очень люблю эфиры вечерние. Получается, я днем могу заниматься собой, заниматься своими делами. Вот, а вечером уже работать. В инстаграм очень удобно. Я вот перед этим девочкам в эфире говорила. Так как орнамента очень много, есть вероятность, что если где-то линии близко друг к дружке, может у вас что-нибудь потечь. А может быть не потечет, потому что все-таки мы рисуем по матовому топу. Но я вот, например, когда типсы, образцы делала, мне чтобы идеально было для фотографий, я что сделала? Нарисовала несколько элементов, просушила, посыпочку сделала, присыпочку сделала. О, Господи, какая посыпочка! А здесь, конечно, когда мы работаем с клиентами, вот в эфире, я буду сейчас весь рисунок рисовать. Хотя для аккуратности, по-хорошему, лучше было бы это сделать в этапы. Часть венделей нарисовали, посыпали. Часть венделей нарисовали и снова насыпали глиттер, либо песок. Видите, здесь эмпаста хороша тем, что она на дальнем плане сильно не бросается в глаза, она не ярко выражена. Она здесь нам просто тень создает, и все. Я всегда учу, когда на Эл Круст мы дублируем технику, можете фанатично повторять, а можно нефанатично повторять. Мам, ты уже закончила? Нет, дорогой, еще не закончила. Даша, тихо, у тебя пакет очень шумный. Сегодня у меня так поздно получилось, потому что у меня сегодня была психологическая сессия, групповая, которая, представляете, идет у нас с 9 утра, и она еще не закончилась. Я ушла уже из группы, и мне пришлось еще перенести эфир, а люди все еще терапевтируются. Травмы разбирались сегодня. А я к вам пошла. Может, и хорошо, что я эфир так поздно. Хорошо, видите на матовом фоне, да? Потому что не течет ничего. Что, я скажу? Я открываю. хотела сказать не делайте много стемпинга сделать и где-то на край где-то в углу нет сделала почти на весь ноготь так и в лампу на 2 минуты так этот вариант сейчас я покажу что за глиттер дашь я какой цвет маникюр а у даши знаете какой она из предыдущей коллекции какой-то сделала нет это не lost in time так 025 это был глиттер а у даши гирлак не помнишь какой коллекции из прошлогодней осенний листом цвет любви мы из эгоизма по моему она взяла вообще не помню что там дело вообще не важно короче так им паста зелененькая чистом виде мы рисуем сначала а потом разбавляем беленьким и рисуем таким светло-салатовым да я сегодня делаю nail к рост вензеля все правильно делала я стемпингом так смотрите зелененький сердечко забыла выделить сердечко так ну прошу прощения девочки сердечко надо же нам сначала сделать как же им сердечко все я сегодня показывала простую технику nail crust а это когда им паста в чистом виде засыпается либо бархатным песком либо глиттером вот так же я очень люблю жидким камнем гелем смешивать им пасту надо будет обязательно в этом году на новый год nail crust классический показать не все мастера любят заморачиваться с классическим nail crust а потому что он конечно трудоемкий дизайн вот нужно сделать будет обязательно такая композиция смотрите это прям даже не знаю сколько такой маникюр должен стоить ну тысяч пять точно в москве если в ростове среднем салоне но две две с половиной тысячи меньше нельзя брать просто писать какой но труд какой сколько работы да давайте пишите ваши идеи для цены так ладно поехали зелененьким я сначала обычную веточку намечаем 1 пусть здесь у нас веточка идет по 2 наверное вот здесь еще знаете что я предлагаю наверно у рукавичек не сильно видна вот эта часть да прорисуем 10 тысяч не говорите но я как бы побоялась я конечно если конечно мастером работала я уже поняла что у меня мои ногти это десятка двадцатка я надеюсь конечно меня такие времена не догонят все хорошо у нас будет с вами как нибудь не как нибудь все будет хорошо у меня точно я себя так настраиваю и у компании ими все будет хорошо и у вас тоже вот все хорошо вот ну да если теоретически бы я работала мастером сейчас да мне оба десяточка стоила так и сюда веточку все суши теперь с беленьким намешиваем вот такой беленький у нас будет с вами салатовый а салатовым вы уже рисуете такой мелко-мелкой штриховкой видно такая мелко-мелкая штриховка импаста блестит фон матовый за счет этого получается очень интересно до следующие ногти у меня за этим будет новогодний сейчас как раз приеду понедельник выберу цвет какой у меня будет на ногтях и зеленый темный сливается чуть-чуть бордо поэтому здесь вот он прям напрашивается светло зелененький все сделали суши сейчас делаем сугробики сугробики сделаем с вами по такому же принципу берем им пасту до завтра наташа как люди на с вами здесь и вконтакте вконтакте в два часа в instagram получается в три часа она вам распаковку сделает дизайны сделать с этой коллекцией а я уже в понедельник потому что я завтра в ночь вылетаю в москву пока я доберусь до ростова что вы знаете у нас поездание и самолеты не ходят мне еще поездом от москвы ехать поэтому пока я доберусь уже в понедельник с вами встретимся с новой коллекцией мне там как раз работы накопилось мне там все менеджеры ждут просто очень много работы для лета новые боксы еду делать даджест уже для нового бокса который выйдет января так сугробик где не все можно в общем сделать на удаленке надо ездить еду где-то на шесть недель домой может быть на пять недель также берем с вами глиттер как у меня конечно здесь дочка будет одна я думаю что справится она у меня тут 1 присмотрят за ней тут мои новые знакомые опознакомилась я много с кем так его лампу обязательно эфир сейчас сфотографирую красиво может быть завтра утром сфотографирую красиво и выложу но выкладывать смотрите буду завтра утром не сегодня уже поздно мне сейчас текст никто не пришлет да конечно пластины всегда будут выходить новые всегда первые пластины выйдут я так думаю во первых в новом боксе у нас сейчас там будет бокс следующий новый это где-то январь и там мы решили бокс в этот раз добавить пластину посмотрим если хорошо зайдет будем боксы также с пластинами делать ну с одной пластины остальные слайдеры будет с одной пластины да как открытки да сегодня дизайн у нас такое не для молодых девочек это такой классический вариант открыточный я очень люблю такой стиль я еще не решила какой маникюр делать все-таки просто блестящий с новым набором или сделать вот такой вот открыточный сейчас посмотрим так сейчас я с вами поболтаю пластины конечно же будут у нас какие не только в рамках бокс это я просто сказала что первая пластина появится в следующем году она будет в рамках бокса а также будут пластины весенний летние пластины будут в рамках весны и лета будет новая коллекция она очень красивая мы уже все отсняли я вот уже видела тизеры очень красивые бэкстейджи видео очень красивая коробочка очень красивые гель-лаки мы уже весну лето полностью сделаны сделали уже все сварили наколировали ну-ка колеровала то я еще в начале лета вот но уже производство все сделано уже в принципе готовы к выпуску весны-лето вот и конечно же будут пластины помните я вам говорила вот эти фоновые слайдеры я сейчас от них постепенно отказываюсь и перехожу на пластины а пластину можно будет купить отдельно не знаю вот я хочу вот за этим боксом будет следующий бокс а может быть с этим надо мы хотим делать эксперимент попробовать один из боксов выпустить просто отдельно декорации и бог с гель-лаками посмотреть на продажу но я пока об этом просто только думаю все таки идея бокса она в том чтобы вот вы покупаете готовое решение со своим каталогом со своим даджестом внутри и это как конструктор собираете нанизывайте друг на другу на друга все ингредиенты из этого бокса я с этой идея ходила очень давно и не знала что через эти боксы транслировать и вот когда я в клубе просидела два года вела там творческие эфиры для клуба которые были посвящены в основном известным домам моды моде дизайнером и там я делала это только вручную и поняла что хочется это транслировать на общие массы но это как не все смогут повторить понимаете вообще художественная роспись сейчас она пользуется популярностью после не все клиенты готовы долго сидеть вот а хочется делать вот такое вот понимаете много всего нагромождения но чтобы время было чуть чуть более ужата и урезанная и вот у нас первый бокс был такой вот да просто летний мы делали 2 посвящен шанель вы попробуйте вот шанель сделать все элементы вручную да вы замучаетесь этот дизайн это раньше я могла два с половиной часа сидеть и делает например брендовые ногти в стиле шанель делать все вручную фольгу и отпечатывать вручную все это писать разрисовывать сейчас хочется сделать это быстрее и через боксом и получается взяли тему все из моих творческих эфиров все самые там вот вкусные дизайны которые я рисовала вручную и перенесли это в рамках скоростного быстрого дизайна при помощи дополнительных материалов вот юльчика конечно будет вести они просто сейчас делают каталог летний у них очень много работы у обоих юль мне же 2 2 июля мне так прикольно у меня smm менеджер юля у меня два технолога юля 2 мне про 43 юли сейчас здорово юля будет вести сейчас же эйсбейс вы сейчас новые жесткие гели видели с блестками вышли сегодня старт был это же будет юля все показывать она же у нас всю классику показывает но просто я вот не знаю на этой неделе она соскочила с прямых эфиров или и на этой неделе не будет или в пятницу будет с ней эфир я не помню расписание из бокса дольше очень хочется такие nail cross стекло и белые наклейки продажи отдельно смотрите вот сейчас в декабре где-то в середине может во второй половине декабря из бокса дольче будет три слайдера отдельно продаваться там где брошки стекло то же самое будет из дольче я так думаю я сейчас просто еще не решила но какие-то слайдеры я их перри выпущу и сделаю дополнить тираж вот и сделаю дополнительный тираж привет из израиля израилю привет окраски для пластин дат будут пастельные будут сейчас мы их колеруем до к весне как раз весной будет такая красивая нежная коллекция гель-лаков такая же нежная коллекция для стемпинга будет пластины будут слайдеры будут все очень такой знаете в этот раз сделали романтичная нежная и винтажная у нас вот этот период когда мы делали все в стиле панк-рок такой стиль где-то минимализм чуть-чуть где-то гранж вот мы сейчас немножко от этого нашего периода ушли и уходим такой романтики такой больше классики катю мирошниченко поперла опять на дорого-богато помните как вот 15 лет назад мои дизайны вот такая длина и куча куча всего вот видите мне через три месяца будет 40 лет я решила что вот это мое самое днк это то что вот я это то через что я проживаю себя вот этот вот мой стиль пусть он кому-то не нравится кто-то скажет какой колхоз мне наплевать потому что у меня понимать я когда смотрю на это я могу смотреть на это бесконечно а если я хочу на это смотреть бесконечно значит есть люди которым точно так же нравится созерцать вот такое разнообразие много всего и вот такое вот оно все вот ладно всем спокойной ночи коричневый глубокий красивый да за коричневый уже обсуждали эту тему кто-то писал говорит давайте сделаем отдельно прям коричневую коллекцию вот но я уже маркетинг содержит предложат предлагала эту идея не горит катя у нас много коричневых я говорю тогда надо эфир провести как-то выкрасить эти все коричневые вот но я все равно хочу сделать какую-то еще одну нюдовую коллекцию нас очень удачная коллекция в том году помните ровно год назад январе была коллекция красивая нюдовая шикарные цвета все поставили базовый ассортимент надо что-то в стиле повторить и добавить туда больше темных цветов коричневых константин они с дарьи касани смотри все спрашивают ты где помаши ручкой вот он константин ему же спать пора завтра в школу костя ты завтра последний день садик идет ты помнишь и едем с тобой к папе в россию возвращаемся ну так с одним чемоданом поедем все нормально дотащу я не переживаю не переживает мы просто один раз летели летом не было очень много чемоданов у меня потом руки болели где-то неделю потому что они были неподъемные я везла у меня перевес был по 25 килограмм у меня было четыре чемодана и так как со мной были только дети одни я таскала все сама нет коричневого шоколадного можно эфирный курс 45 ладно посмотрите это за нейл курс не помню на память детки да у меня слушайте со мной самые послушные дети у меня самые бешеные дети это старший сын и средний сын вот но они все вырастают на самом деле старший сын который был просто ему диагноз ставили гиперактивный ребенок не все учителя в первом классе говорили мамаша у вас проблемы с ребенком отведите его психологу либо к психиатру вот так не все говорили за моего старшего сына сейчас на этого сына смотришь и думаешь куда это все делось ребенок просто спокойный как скала это знаете вот он просто вот не важно что происходит вокруг лёлик он просто спокоен как скала у него выражение лица покер фейс у него медленные движения никуда не спешит и средний сын он такой же у него также диагноз гиперактивный нам поставили вот я смотрю он взрослеет и думаю что станет такой же спокойно со мной здесь самые спокойные дети дашенька непробиваемая и константин послушный в кого такой я вообще не понимаю звука нет не значит да у меня все дети гиперактивность перерастают вас также благодарю за эфиры за то что со мной смотрите вот я пошла девчонки увидимся с вами но не со мной с наташей коклюгиной обожаю наташу коклюгину вас я даже не представляете она работает нашей компании 16 лет представляете у нас есть несколько сотрудников кто вот работают в компании по 18 лет вот наташа одна из таких вот мамонтов мы всегда с ней ставим эфиры и просим наташа рисуй вот делай эфиры где нужно рисовать и она именно рисует поэтому завтра вас ждет именно роспись но новый новогодний набор я сейчас прямо напишу напомню что обязательно чтобы выкраску сделала прямо в эфире цвета показала вам все доброй ночи пока пока